Я очень благодарен своей судьбе, что я встретил таких людей, которые интересуются более возвышенными вопросами. Ну то есть Лев Толстой — это непримитивный человек, то есть у него реально очень возвышенные философские темы затрагиваются в его книгах. И вот эта книга «Мудрые мысли на каждый день», да, эта книга, она как раз в воплощении его зрелости духовной. Он, когда писал эту книгу, он говорил о том, что это для меня самые дорогие произведения, вот эти нравственные, которые он писал последние, что остальные все произведения для него стоят на втором месте. И для меня очень большое счастье читать, говорить об этих вопросах, потому что есть еще одна причина. Я уже устал, просто устал, честно говорю, от этой вражды религиозной, которую я чувствую особенно сейчас на себе, потому что что только про меня там не пишут, причем до смеха доходит даже. Ну то есть людям не нравится, что я читаю лекции, собирается большая аудитория. Ну я понимаю, что надо государственность в стране как-то поддерживать, что есть какая-то основная вера, это дает возможность правильно строить отношения с людьми, то есть есть своя вера у страны и так далее. Это хорошая идея в целом. Но когда начинает разжигаться ненависть по отношению к другим традициям духовным, и эта ненависть выражается в том, что те люди, которые дают духовное знание в своих культурах, традициях и становятся уже врагами, и про них начинают как бы всякую глупость и всякие говорить, то это уже означает просто грязь, из которой мы должны выйти. Это уже не культура. Это уже не культура. Ну то есть если мне кто-то говорит, допустим, мои ошибки указаны, я очень благодарен, даже если в грубом тоне. Допустим, недостаточный контакт с клиентами дистанционный, нам сделать такое замечание. Я очень благодарен. Мы сейчас сделали, у нас достаточный контакт. Что мои методы лечения не совсем аэрведические. Я написал там в интернет, да, я как бы мои методы не аэрведические написал, хотя они основываются на аэрведе. Потом некоторые аэрведические врачи начали меня защищать. Аэрведа развивающаяся наука, это хорошо. Мне это неинтересно. То есть, ну, считают, что не аэрведические, пускай будут не аэрведические, хорошо. Написал, мои методы не аэрведические. Это мои методики, которые я сам разработал и так далее. Но когда начинают просто ахинею какую-то нести, простите меня за выражение, это становится печально, потому что эта ахинея, она пишется на серьезных религиозных сайтах, где религиозные люди приходят. И там одна девушка, обиженная, как-то обиделась на меня, у нас работала, обиделась, написала обиженное письмо в интернет, и сейчас оно по всему интернет ходит, и в этом письме написано, что мои лекции никакого отношения к ведам не имеют. Мои лекции одобрены всеми духовными наставниками, которые у меня есть, и они считают, что я делаю хорошее дело. Это первое, чтобы вы знали. Второе, также все знают, что мои лекции не имеют никакой религиозной и тем более конфессиональной тематики. Я стараюсь давать на нравственные темы свои беседы. Это тоже надо знать, то есть я именно в этом ключе действую. За все 15 лет чтения лекции вы не найдете ни одной лекции публичной, в которой бы я призывал к своей вере людей. И обвинение меня в этом тоже является просто смешным и оскорбительным по факту. Следующее, там в этих во всех обвинениях, я сейчас их перечислю, объясню, как есть на самом деле, потому что люди уже меня замучили письмами на эту тему. Сейчас идет очень массивная критика. В этой критике говорится, что моя медицинская деятельность не лицензирована. У нас есть две лицензии, одна по терапии, другая по иглоукалыванию. Также у нас в нашем оздоровительном центре ведется научная деятельность. И в ближайшие два месяца выйдет первая научная статья в мире вообще по лечебному действию минералов. Эта статья будет на тему лечения веги сосудистой дистонии с помощью граната. То есть эта статья уже просмотрена на одной из ведущих кафедр по рефлексотерапии в нашей стране и считается очень важным делом в плане развития вот этого направления науки, рефлексотерапии с помощью полудрагоценных камней. То есть основное обвинение меня в том, что я шарлатан. Но вот шарлатаны наукой не занимаются. Следующее обвинение, что мои лекции приносят вред людям. На основании своих лекций я защитил кандидатскую диссертацию. И ученый совет, который состоял примерно из 20 докторов наук, все единогласно проголосовали, что в области общественного здоровья, в котором я как раз и развиваюсь, эта работа является очень актуальной. Что она, ну 50% те, кто слушает мои лекции, бросили пить. 50% кто курили, бросили курить. Ну то есть 65% улучшили свои семейные отношения, 67% людей улучшили здоровье, 47% улучшили отношения на работе и так далее. Это хорошие показатели по улучшению качества жизни. Таких работ вообще очень мало у нас в стране есть. То есть кандидатская была защищена в прошлом году, и меня попросили дальше двигаться в этом направлении ученые. То есть не посчитали, что я делаю что-то вредное. Вот. Теперь следующее обвинение. Там написано, что наши камни привозятся контрабандным путем. Это контрабанда в Россию. Если бы так было, тогда я бы давно уже, наверное, в тюрьме сидел, потому что это серьезная вещь. Меня таким образом назвали бандитом. То есть у нас бандитская группировка там в Краснодаре. Вот. Все камни растамаживаются. Вот сейчас как раз происходит растаможка. Сейчас прям сейчас камни растамаживаются, привозятся, и у нас вполне официальная деятельность, связанная с работой с камнями. Следующее обвинение меня обвиняет в том, что я куда-то тяну людей. Я всю жизнь, наоборот, пытался всех оставлять в их вере, и как бы пытался в каждый раз, говорю о том, что так вот. И у нас на сайте есть такая статистика, кто из вас укрепился в своей вере. И там очень много, большой процент, 21 тысяча человек в целом проголосовало, что им помогло. И многие люди утвердили свои веры. Вот, и так далее. То есть, если у вас сейчас прямо есть ко мне какое-то обвинение, вы его скажите, и я вам скажу свое мнение по этому поводу. Ну, как есть на самом деле. Ну, то есть, видите, то есть это все становится уже очень неприятно. Я до этого просто терпел, молчал, сейчас пришлось уже говорить на эту тему, потому что уже, ну, уже просто до смеха доходит. То есть, говорят всякие глупости обо мне, которые вообще не соответствуют никаким нормам приличия. Вообще за эти дела в суд подают. Но я не буду на религиозные сайты в суд подавать это. Зачем это я буду делать? Ну, если им хочется так, они считают, что это укрепляет веру в их культуру, в их духовную жизнь, то тогда, значит, я что-то не понимаю, наверное, в этом во всем. Но так или иначе, вот я хотел бы с этого свою лекцию начать, потому что многие люди пишут, они встревожены. Мне пишут, что идет массивная критика, и меня называют разными словами грязными в этой критике. Ну, как бы, я в целом за то, чтобы мне делали замечания. Если вы конструктивно что-то видите, что-то не так, допустим, я в одном письме прочитал, что я во время лекции шмыгаю и вытираю рукавом сопли. Я очень благодарен. Я больше так никогда в жизни не буду делать, рукавом сопли не буду вытирать. Вот, у меня салфеточки вот приносят теперь. Все, то есть я очень благодарен за это замечание. Вот. Говорю картавым голосом. Ну, простите, у меня так вот сложилось, что у меня голос такой, здесь уже ничего не поменяешь, я не смогу фальцетом говорить. Ну, то есть, как есть, так есть. Ну, какие-то замечания хорошие, очень мне нравятся. Я люблю вообще, ну, как бы, мне постоянно наставники делают какие-то замечания мои, и я следую этим наставлениям с удовольствием, если вы найдете что-то не так тоже. Я хотел бы строить вот такие отношения с любовью. В нашей стране не хватает правственности. Народ очень сильно страдает от этого. Вот, у меня есть соратник Жданов Владимир Григорьевич, который сейчас борется с пьянством. Я пытаюсь в целом, как бы, нравственную культуру развивать. Ну, простите меня, что я, ну, вот, не классический, не классической духовной традиции не принадлежу. И причина, могу сказать, простая. Я пытался православной вере развиваться, но когда я услышал вот эту вот всю критику, мне это не понравилось. А так я и сейчас своим сердцем тоже, как бы, очень близко к вот этой культуре, также православной отношусь. Хотя я не могу сказать, что я плохо отношусь к мусульманской культуре или еврейской. У меня родственники живут в Израиле, они вот в еврейской культуре находятся. Мне это тоже нравится. У меня сестра двоюродная слушала мои лекции два года. Мы с ней практически не виделись никогда, она даже не знает мою фамилию. Ну, с пятилетним возрасте она уехала туда, и все там, отношения немножко. И она два года слушала, не знала, кто лекции читает. Потом она увидела, что-то на папу похож, на дедушку похож. Кто такой? Потом узнала, что братик. Созвонили все. Ну, ладно, извините за это отступление небольшое. Итак, у нас с вами очень важная тема. Это природа разума, разумение. Итак, мы зачитываем высказания, обсуждаем их. В сравнении с окружающим его миром, человек не более как слабый тростник, но он тростник одаренной разумения. Во всех духовных традициях считается, что человек – это вершина творения на земле. Мы наделены разумом. Что такое разум? Смотрите, допустим, мы можем лучше обустроить свою квартиру. Это признак разума или нет? Мы летаем на самолетах. Это признак нашей деятельности разума? Да? Но птички летают на крыльях. В чем разум заключается? Человеку нет крыльях. А? Взрывались и летали, а потом стали летать. Ну, что, хорошо. Это, ну, как бы, вот представьте, если птички начнут летать на самолетах. Это признак разума или нет? Да. Хорошо, хорошо. Мы сейчас с вами так начнем общаться понемножку. А? А? Счителем, это финансово строить. Так. Ну, в своих целях используете этот признак разума? Очень интересно. Давайте рассуждать дальше. Хорошо. У меня к вам вопрос. Самолеты улучшают нашу жизнь или портят? Улучшают. Вы уверены? То есть они создают сейчас определенную концентрацию негативных веществ в атмосфере. Эти вещества накапливаются. И сейчас уже атмосфера Земли очень сильно страдает из-за наличия самолетов. Также наша жизнь осквернена большими домами, асфальтом. Продукты питания, которые мы вмешиваемся в их структуру, они становятся менее качественными. Все уже знают, что надо питаться натуральными продуктами, которые вылечены в натуральных веществах, а не те, к которым внесены какие-то изменения генетические. Любые генетические изменения означают уже, что этот продукт лучше не есть. Спасибо вам большое, что вы меня слушаете. И мне так же нравится, что вы со мной начали спорить. Это хорошо. Мы сейчас эту тему будем развивать, это очень важно. Чем человек разумный отличается от неразумного? Итак, смотрите, есть два типа разума. Есть материальный разум, который использует природу для того, чтобы эксплуатировать ее. Есть духовный разум. Духовный разум – это тот разум, который все орошает чистотой и красотой. Понимаете, духовный разум человека говорит, не трогай природу, ты лучше ее не сделаешь. Ты сделаешь только хуже. Духовный разум говорит. Материальный разум, говорит, сделаем. Не волнуйтесь, сделаем. Все будет нормально. Идет борьба между материальным и духовным разумом. Смотрите, даже люди, которые очень сильны материально, они все равно пытаются жить там, где больше природы. То есть они создают большие красивые дома, но живут сами где? За городом. То есть там, и они хоть и производят генноманифицированные продукты, что они кушают сами, разумные люди? То, что выращено на огороде своими руками. Итак, смотрите, формула очень простая. Чем больше мы будем вмешиваться в природу, тем сильнее она будет страдать. Тем сильнее будем страдать мы. Формула очень простая. Чем больше мы сохраняем природу, живя на этой земле, тем больше мы проявляем свой разум. Но сохранять природу непросто. Для того, чтобы ее сохранять, для этого нужно изучать, как устроен этот мир. Нужно понимать, что есть законы, по которым это все растет. Законы Бога. Это не наши законы, это законы Бога. На самом деле, вы скажете, ну нам надо же летать. А вы знаете, что в древней культуре тоже летали? Что у человека есть, в человеке заложена способность летать. Например, есть в летописях написано, что Серафим Саровский летал по воздуху. Своими силами. То есть у нас это все есть. Это признак другого развития разума, когда природа не меняется. Видите, я затронул очень трудно понимаемую тему. Давайте возьмем в целом. Наука что такое? Наука это то, что изучает проблему в целом. Допустим, если мы считаем, что наше присутствие на земле, как людей, которые пытаются что-то здесь поменять, благоприятно влияет на землю, тогда результат должен быть тоже благоприятный. Что мы сейчас видим по результату? Несколько направлений, по которым мы можем вообще уничтожить планету. Первое – ядерное направление. Второе – это кислород, воздух. То есть воздух сильно загрязняется сейчас химическими веществами. Третье направление – это отношение к воде. Тоже оно неправильно. Идет загрязнение в целом океана. То есть вода загрязняется в целом. Четвертое направление, по которому мы можем уничтожить жизнь – это озоновые вот эти вот дыры все. Пятое направление, по которому мы можем уничтожить жизнь – это уже отношение к человеку как таковому. Потому что смотрите, рождаемость падает в целом сейчас на земле. Увеличивается аномалии рождения и так далее. Если говорить о генномодифицированных продуктах, то в Европе уже по факту люди не разлагаются. Потому что бактерии брезгуют кушать как бы наше тело. Они уже не могут, они уже тела не разлагаются. То есть отмечают эти, что не гнием. Хотя бы горят. Пока еще горят, да. Ну то есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что пока человек с помощью своего попытки что-то влиять на природу, жить более комфортно здесь, эта попытка приводит к обратному результату. Более комфортная среда, в которой мы живем, город является самой неэкологичной средой для жизни, по факту. То есть жизнь на природе гораздо более экологичная и здоровая, чем жизнь в большом городе. Все это прекрасно, я надеюсь, понимают из вас. Ну попробуйте в сравнении. Я вот сейчас живу в деревне, я чувствую, что жизнь просто намного отличается, чем жизнь я в Москве 7 лет прожил. Разница колоссальная просто. Для психики, для тела и так далее. Мы нуждаемся вот в деревьях, в птицах, понимаете, в красоте этого мира. Мы в этом нуждаемся. Не в машинах, не в самолетах, а вот в этом мы нуждаемся. Я там увидел, хоть беременные женщины по улице ходят. В Москве очень много бесплодия. Причина нет контакта с природой у женщин. Понимаете, мы сами себя по факту разрушаем. Я не против материального разума. Его надо правильно применять. Люди всегда имели материальный разум и духовный разум. Но именно духовный разум отличает человека от животного, потому что животные точно так же пытаются норки себе строить. Они так же пищу добывают, так же сексом занимаются, так же комфорт создают. Все то же самое. Разницы никакой нет с точки зрения. Просто мы это делаем более изощренно. С этой точки зрения мы не отличаемся от них, потому что веды говорят, разум означает, что мы создаем себе будущую жизнь. Не вот эту жизнь, в которой мы сейчас живем, а будущую. Но то, что ты построил большую квартиру красивую, в следующей жизни ты ее с собой не возьмешь. Чтобы понять, что такое создавать будущую жизнь, надо понять, что есть грубое тело, ради которого материальный разум действует, он обустраивается в этом мире. Есть тонкое психическое тело, есть духовное тело. Даже когда человек действует на уровне морали, нравственности, означает действовать на уровне тонкого тела. Это уже дает возможность в следующей жизни жить лучше, чем сейчас. Потому что если человек становится правдивым, если он становится смиренным, если он становится нежным, добрым, решительным, доброжелательным, позитивным и так далее, это все остается с ним дальше, в следующую жизнь уходит. Тонкое тело не разрушается со смерти грубого тела. Таким образом, видите, разум означает, разумная жизнь означает, что мы меняем свое существование не в сторону укрепления себя здесь, в этом теле, а мы влияем на следующее, на будущую свою жизнь. Вот в этом человек отличается от животного. Все остальное, я согласен, что, ну, конечно, это смешно думать, что мы как бы точно так же живем, как животные. Я говорю просто сейчас о нашей следующей жизни. Кошка об этом не занимается этим, она об этом не думает. Человек может этим заниматься. В этом заключается различие. Есть еще одно различие. Человек может быть бескорыстным и служить бескорыстно. Животные не могут. То есть животные скутаны эгоизмом. Человек может победить себе эгоизм. В этом заключается различие. И интересно знать, что по-настоящему разумные люди, они знают, что они слабы в этом мире. Потому что, когда человек чувствует себя как бы очень сильно в этом мире, он чувствует, что он типа ворочает очень много чем, и он очень сильно здесь. То он забывает о том, что если он перестанет дышать, кислород выключат на 10 минут, то он тю-тю. Воду неделю не будут давать тю-тю. Пищу месяц не будут давать тю-тю. Вот. Мы очень сильно зависим от всего, что вокруг нас происходит. Мы зависимы. И поэтому в сравнении с окружающим миром человек не более как слабый тростник. Здесь говорится. Но он тростник, одаренный разумением. То есть нашу вот слабую жизнь, которую очень легко забрать из человеческого тела, то есть очень легко человека оставить без тела. Это несложно. Вот. Но мы должны эту жизнь использовать не для того, чтобы здесь устроиться, в Москве, там, работа, что-то. Это все надо для того, чтобы выжить просто. Но если человек этому придает главное значение в своей жизни, у него в сердце возникает неудовлетворенность. И причина заключается в том, что единственное существо, которое может послушать свое сердце, это человек. Потому что там находится представительство Бога, которое по-русски называется совесть. Совесть – это не моя штука. Это штука, которая мне не принадлежит. Это принадлежит Богу. И когда человек чувствует неудовлетворенность в жизни, это значит, что он реально не тем путем идет. И понять, что не тем путем, очень просто. Если я живу для грубого тела, только вот для комфорта, удобства и работы, это для грубого тела. Это означает просто зря. Просто зря. Потому что вот немножко совсем лет осталось, и следующее тело будет. Вот, кстати, люди вообще этого не понимают многие. Вот сколько мне жить осталось? Мне сейчас 48 лет. Сколько мне жить осталось? 50. Ну, как бы есть разные мнения там. Ну, десяточек помучаешься еще. Это уже не жизнь. Ну, как бы помучаешься десяточек. Ну, пятнарик там. Ну, до девяносто, хорошо. До девяносто. Хотя, по статистике, это маловероятно. Обычно средняя продолжительность жизни в России, особенно если летать, постоянно лекции читать, ну, 65-70 лет. Максимум. 65 средняя продолжительность жизни, а 70 это уже вот потолок. Так можно для себя считать. Видите, вы махтаете вот так головой. Это признак иллюзии. Многие мои друзья уже... Тю-тю. Это признак иллюзии. Это означает, что мы в иллюзии находимся. А мне жить, Олег Геннадьевич, вот вы так про себя говорите, а мне жить долго. А вы знаете, признак разумного человека, он заключается в том, что он знает, что скоро помирать. Это признак разума. Потому что вот когда человек в иллюзии живет, что мне здесь долго, это и есть неразумность. Скоро ты выйдешь из этого тела. Вот это признак разумности. И когда человек это понимает, то он чем занимается? Тем, что останется с ним. А? Духовной жизни, да. Одна песенка есть такая хорошая. Из нее сделали шлягер в свое время, но ее написал Робин Дранат Тагор. Он писал о том, что он уйдет из этого мира к своему близкому человеку. Он писал об этом. И он настраивал близкого человека на то, как надо относиться к тому, что я уйду. Я уплываю, и время несет меня с края на край. Сотмели-котмели с берега к берегу «Друг мой, прощай!» Ты посмотри, ты посмотри, не осталось ли что-нибудь после меня. Понимаете, о чем я говорю? То есть он говорит о жизни своей, что вот следующая жизнь, там будет следующая. И он близкому человеку говорит, ты посмотри без отчаяния, без отчаяния посмотри. Почему? Потому что вечный закон, побеждающий смерть, это любовь моя. Понимаете? То есть об этом поется в песне, а не в том, что я типа тебя бросаю, но ты не отчаивайся. В этой песне поется о том, что люди прожили всю жизнь вместе, и теперь один уходит, и он настраивает на то, как надо дальше относиться к этому. С берега к берегу, к Котмели-котмели. Я как бы уже с этим именем уже не буду связан. Это имя уже не мое. Меня будет по-другому как-то называть. Понимаете? Ну ты посмотри без отчаяния. Вспомни мой облик, будто случайно. Это не сон. Это любовь моя. Это не сон. Ты вспомнишь меня? Это не сон. Ты реально со мной будешь контактировать. Понимаете? Это знание. Это означает знание. Люди не уходят. Вот это ощущение человека, которое мы помним, контакт с ним происходит. Я это серьезно изучаю. Есть контакт. Понимаете? Нет смерти. Надо об этом знать. Если мы об этом не знаем, то это все бред, чем мы тут занимаемся. Просто бред. И любовь моя не означает просто секс. Это другое, другая вещь. Это означает очень глубокие, возвышенные отношения между людьми. Какого-нибудь пустяка достаточно, чтобы убить человека. И все-таки человек выше всяких тварей, выше всего земного, потому что и он, умирая, будет разумом своим сознавать, что он умирает. Человек может сознать ничтожество своего тела перед природой. Природа же ничего не сознает. Все наше преимущество заключается в нашей способности разуметь. Одно только разумение возвышает над остальным миром. Будем же ценить и поддерживать наше разумение. Но и оно осветит нам всю нашу жизнь. Укажет нам, что значит осветит? Укажет нам, в чем добро и в чем зло. Паскали. Итак, в чем же добро заключается? Добро заключается в том, чтобы постепенно свою жизнь переводить с заботы над внешним телом, над своими потребностями внешним, в том числе и секс, на заботы более глубокие, допустим, в семейной жизни, но соединились с желанием наслаждаться друг другом. Это нормально. Теперь что нужно? Нужно учиться заботиться. Это непросто. Мы клянчим заботу все время. Относитесь ко мне нежно, ласково, уважай меня, люби меня, кивай мне головой все время, соглашайся со мной. Это не забота. Это эксплуатация называется. Эксплуатируют все животные, тоже эксплуатируют друг друга. Что значит переходить на другой уровень отношений? Это означает, что мы пытаемся дальше учиться служить человеку, принимать его характер уже, видеть в нем хорошее. Это означает развивать развитие на тонком плане, на психическом плане, нравственное развитие, по-русски сказать. Но есть еще более высокий уровень развития личности, когда человек духовно развивается. Нравственное развитие означает, что ты в следующей жизни как минимум будешь иметь такую же хорошую судьбу. Но духовное развитие означает, что ты принципиально другую жизнь получишь в следующей жизни. Духовное развитие означает что-то другое. Означает, что ты принципиально меняешь восприятие себя как личности. Давайте просто немножечко я вам об этом объясню. Смотрите, духовно развитый человек начинает вспоминать свою прошлую жизнь. Он понимает, за что он страдает. Почему мы страдаем? Потому что мы не понимаем, за что. Люди часто думают, за что я такая хорошая, за что мне такой достался герой. Вот. Вот да, хорошая, это факт. Но в прошлой жизни она бедокурила. И за это получила вот сейчас как бы себе вот такую судьбу. Итак, мы этого не видим. Это означает недоразвитость. Не понимаем, за что. Означает недоразвитость. Второе, второе, что значит недоразвитость? Я не чувствую себя вечным. Разумный человек, Бхагавадхити, говорится, не скорбит о том, будет он жить в этом теле или не будет. Он просто исполняет свой долг. Понимаете? То есть тело меняется, жизнь остается. Разумный человек чувствует себя в будущей жизни. Он чувствует, что он душа. Что значит чувствовать, что я душа? Чувствовать свою вечность. Чувствовать, что я вечный. Это чувство должно быть очень сильным. Но должно быть сильнее страха за смерть, за свое тело. Этот страх приносит нам жуткие страдания. Мы даже сами не подозреваем, что он движет нами по жизни. Мы не можем секунду забыться, подумать о чем-то возвышенном. Надо постоянно думать о работе, о идее. Это все от страха идет. человек от этого сильно устает в жизни. Победа над страхом означает вот сейчас взять и начать думать о возвышенных вещах. Это не просто сделать, но именно это дает счастливую жизнь. Итак, будем же ценить и поддерживать наше разумение. следующее высказание. Истина ни в чем не познается путем разговоров, а только трудом и наблюдением. И когда мы овладеваем истиной, две другие, наверное, предстанут перед нами, когда мы овладеваем одной истиной, две другие, наверное, предстанут перед нами прекрасные, как первые листочки двухсемидольных растений. Такие красивенькие. Раз, вылезли. Вот как вы думаете, вот два человека просто разговаривают, обсуждают. Вот это вот неправильно, то неправильно. Они истину познают, нет? Как истина познается? В споре. В споре. О, интересно. И в каком же споре она познается? Вот это мне интересно узнать. кто сказал? Давайте с вами будем общаться. Ну кто? Я не вижу человека. Поднимите ручку. Вот, спасибо вам. Я рад вас здесь видеть. Вот. Ну давайте подумаем на эту тему. Вот смотрите. Спор это что значит? Да, это два человека, которые не уважают друг друга, пытаются победить друг друга. Вот скажите, если, допустим, я вас не уважаю, вы можете меня победить? Победить означает, что я соглашусь с вами. Можете меня победить? Принципиально это возможно? можно? Ну, допустим, я считаю, что как бы нет таблицы Менделеева, а Менделеев считает, что есть. Он может как бы мне это объяснить, если я его не люблю просто? Может? Как вы думаете? Вот смотрите, вот это вот неправильное в принципе утверждение, что в споре рождается истина. Она рождается или с помощью слушания внимательного. Смотрите, есть три варианта, как рождается истина. Первый вариант. Есть кто-то, кто претендует на то, что это истина. Если он сам по себе ведет себя по-человечески, ну, то есть разговаривает с любовью, потому что там, где есть любовь, там есть истина, там, где есть злоба, там истины нет. Допустим, человек что-то со злобой утверждает, в нем нет уже истины. Это понятно. Это значит, что он, ну, не просто, ему надо работать дальше, развиваться как-то. Истина присутствует там, где есть любовь. Это означает, что есть старший, я его с верой слушаю. Если я сомневаюсь в нем, как старшим, значит, я ничего не почувствую, не пойму. Я истину не усвою, потому что истина, это что-то выше, чем мое. Что-то выше взять, для этого надо впитать это от другого. Впитать означает с верой, с любовью слушать. Если я слушаю без веры, без любви, как стенка горох, то есть ничего не впитается. Итак, первый вариант. Есть старший, он говорит, я слушаю, внимательно с верой слушаю, мне трудно, потому что всегда то, что не соответствует моему пониманию, это больно, всегда больно. Мне трудно, но я слушаю. Второй вариант. Два человека, которые способны друг друга с очень большим уважением слушать, обсуждают. То, что мы называем спором, это называется дискуссия, обсуждение. То есть они равная позиция, они одинаково понимают истину, и они долго обсуждают. В древней культуре было такое правило, они садятся, сзади ученики, и начинают при учениках обсуждать истину, постясь без сна, без еды, без всего. Просто вот обсуждают истину, пока кто-то не примет другого наставником своим. И то есть, если они собрались, значит придется или мне принять его наставником, и я с удовольствием, если он больше знает истины, или ему придется меня наставником принять, и он с удовольствием, если я знаю больше истины. Если другие отношения, истину познать невозможно. Другие, если отношения нет, возможности никакой понять. Если, допустим, я считаю, что я все равно буду твоим наставником по-любому, то есть нет смирения, значит тогда нет истины, потому что несмиренный человек не обладатель истины. То есть, видите, опять же, это не спор, то есть это любовные отношения, без любви нет истины. Дальше с любовью они общаются. И третий вариант. Я наставляю, кто-то слушает. Или я слушаю, меня наставляют, или мы общаемся, друг друга наставляем, или меня наставляют, я слушаю. Ну, то есть, я там, может, уже запутался немножко. Но так или иначе, есть три только варианта, где рождается истина. Теперь смотрите, я слушаю с сомнением. Там истина может родиться? У вас изначально уже свое мнение. А? У вас уже изначально свое мнение, истинно, по идее, не может возникнуть. Ну да, она не может возникнуть. Поэтому и говорится в ведах, что истина возникает, когда человек слушает с верой. Это не признак фанатизма и глупости. Слушание с верой означает открыть сердце и чувствовать, есть контакт или нет. Нет контакта, значит, ты этого не понимаешь или это не истина. В этом уже можно разобраться потом постепенно. Но все равно, для того, чтобы понять, нужно слушать сначала с верой. Если ты с верой слушаешь, ты способен разобраться. Если ты уже заранее, как бы, очки не нравятся, там, что-то, какой-то странный человек, вот, поет во время лекции, вообще, странно как-то, я не знаю, как без культуры какой-то. Все. Дальше уже ничего не продвинется. Все. Уже все. Просто зря потратили время, там, средства, все. Ну, то есть, идея в этом, что истина, она сначала любовь, потом уже дальше истина. То есть, веды говорят, что есть три аспекта души. Первый аспект души называется любовь. Когда мы молимся, допустим, в молитве сидим, думаем о возвышенном, чистом, возвышенном человеке, первое, что возникает, любовь к нему, чувство любви, первое, что возникает. Второе, знание. Когда любовь есть, приходит знание. Нет любви, нет знания. Есть любовь, пошло знание. Третье, вечность. То есть, три аспекта души. Любовь, знание, вечность. То есть, если ты чувствуешь любовь, значит, в этом есть знание. Если ты чувствуешь знание, ты понял, как тебе жить дальше, вот это тебе могло, реально, практически, значит, следующий аспект души уже движется вперед, движемся вперед. И дальше ты чувствуешь, что это тебе всегда будет помогать. Это называется вера или аспект вечности. Вот три аспекта, которые дают человеку возможность постигать истину. Три вещи. Первая, любовь. Нет любви, нет истины. Поэтому в древней культуре вот это вот отношение с любовью, общаться об истине было основой вообще для того, чтобы разобраться во чем-то. Ругаться был не способ. Если кто-то начинает ругаться, это уже дисквалифицированный человек, с ним дальше никто не будет общаться на эту тему. Истина не познается путем разговоров, только трудом. Труд означает работа сердца. Даже лопатой копать и то истина познается, как узнаешь, как лопатой копать. Если просто мечтать, как ты будешь лопатой копать, ну, что-то поймешь, конечно, но надо покопать все равно. Потом будет понятнее лучше уже. Вот. А в молитве? Молитва – это труд. Самый тяжелый труд – это молитва. Тяжелее труда не бывает. Потому что, когда человек молитву совершает, что он делает? Есть, смотрите, есть тонкий план в этом мире, есть грубый план. Вот смотрите, допустим, я вам сейчас приведу такой пример. Вы из лекции уходитесь, уходите и думаете, я нашел много интересного в этом, но сама лекция мне не понравилась. Не понравилась, но нашел много интересного. Это интересно тебе поможет? Нет. Все, до свидания. Сначала любовь. Сначала сердце должно среагировать. Любовь сначала. А потом уже дальше знание. Знание не возникнет без любви. Нет отношений, нет знания. Молитва – это труд сердца. Нет у меня отношений со святым человеком. Я только вот думаю, что я его люблю. На самом деле, вот здесь у меня пусто. Ну, не чувствую я его. Ну, кто он такой, Сергей Радонежский? Я не знаю совсем его. Не чувствую. Я знаю, что он хороший. Но это просто теория. Я не чувствую, что он хороший. Вот где вот? Вот Васька, я чувствую, что он хороший. Ну, целую. Хороший. Вот такой. Вот. А у Сергея Радонежского я не чувствую, что хороший. Хотя знаю. Теория – это теория. Я начинаю молитву, начинаю. Я хочу узнать Сергея Радонежского. Начинаю поклонение. Ничего не получается. Дальше что? Иду к наставнику. Спрашиваю, как молиться? Он раз мне объясняет. Я попробовал так. Чувствую, ага, пошло что-то. Дальше, дальше, дальше. И так человек в общении. Смотрите, приблизиться к святости невозможно в одиночку. Нужны отношения. Нужно с кем-то общаться на эту тему. Тебя будут рассказывать, объяснять. Духовное знание – самое сложное. Поэтому нужна вера, своя культура, духовная традиция и так далее. Сейчас до этого я давал интервью в один журнал, и девушка рассказывала. Она говорит, Олег Геннадьевич, я слушал ваши лекции, раньше вы для меня были как наставник, а теперь я нашла свою веру, и там у меня наставники. Какое у меня чувство возникло? Слава Богу. Слава Богу. Потому что у меня нет цели вот на этих лекциях, чтобы меня поверили, как бы я на стол залез и очередным Богом стал. А где брать или наставник? Наставника нигде не взять. Это не яблоко, которое как бы можно сорвать и съесть. Сначала человек находит философию, в которой он хочет развиваться. Даже сначала культуру. Он просто приходит в какой-то храм и чувствует, мне здесь хорошо. Это означает духовная культура. Еще никакой философии нет, никакого наставника. Просто мне здесь хорошо. Все, мне здесь нравится. Классно. Нашла культуру свою. Дальше следующий этап. Это отношения с людьми. Но нашла культуру, не надо там просто приходить. Начни общаться, слушать наставления, разговаривать. И уже это означает, ты уже наставники. Эти люди уже начинают давать наставления. Все, ты с наставником своим уже ниточка завязалась, цепочечка уже есть. Все, уже отношения есть. Следующий этап. Это выбор веры. Вот я уже хочу здесь теперь. Мне это, это моя вера. Хорошо. Дальше уже, ближе еще к наставнику. А потом у тебя там появляется просто тот, кто тебе советует по-доброму. Потом ты уже и узнаешь со временем, что это твой наставник. Потому что наставник где-то на облаках кажется. Он где-то там далеко, его здесь нет. На самом деле он вот здесь, он рядом. И просто понимать, проблема в том, что святость от нас очень далеко, потому что у нас глаза зашорены негативом. Понимаете? Есть в ведах по этому поводу говорится, что есть два способа воспринимать мир. Оно называется притакт дриша или видение сепаратиста. Или видение человека, который смотрит со стороны так, и как-то немножко не доверяет всему этому. Притакт дриша означает неразвитость сознания. Или амокха дрик. Это способность, амокха означает безупречность, это способность видеть самое лучшее. Вот когда человек видит самое лучшее, для него наставником все являются. Кто-то ему сказал что-то важное, это уже наставник. Не то, что там человек прям такой, он по небу ходит. Нет, вот просто любой человек. Одна книжка есть «Не святые святые». Вот там как раз об этом говорит, что святые на самом деле это простые, вот люди по обычной земле ходят, но они святые. Вот в этом цель как бы этой книги показать, что это святые, это простые люди, которые занимаются духовной практикой. И они наставники. и это не значит, что как бы они все должны делать идеально. Они идеально учатся идти к Богу. Вот это их идеальность. Они идеально работают над собой, идут вперед. Вот это идеальность. У них есть какие-то проблемы. Ничего страшного. На это не надо, на этом концентрироваться. Это не главное. Главное, что они идут вперед. Вот это наставник означает тот, кто идет вперед и меня ведет за собой. Это наставник. У него какие-то недостатки? Ну, если ты можешь помочь, помоги. Не можешь, не мешай ему идти вперёд. Всё. Вот такая культура отношений. А есть ещё понятие «духовный учитель». Вот таким людям надо уже предаваться. Предание означает очень высокий уровень развития Личности. Это уже святой человек. Таких людей очень мало на Земле. Но если вы найдёте и получите такую возможность таких отношений, значит Бог очень милостив. Но в целом достаточно просто иметь вот эти отношения. Всегда, когда человек идёт духовной дорогой, первое, что он должен сделать, он должен себе победить вот это вот желание слушать только себя. Это означает недоразвитость просто. Никогда не будет никакого наставника. Но по факту нас в жизни жизнь всегда учит. Первым наставником человека является жена. Причём как она наставляет? Так как мы не хотим слушать правду о себе, то когда в тот момент, когда начинается скандал, жена начинает кричать «ты гад такой!» и начинает перечислять недостатки. Это же наставление. Причём искренне, она правду говорит всё. Ну как она говорит? Она говорит в отчаянии правду всё высказывает. Ну почему бы ей не сказать по-доброму просто «ты вот гад такой, раз, два, два». Почему нет? Потому что я не хочу слушать. Она это говорит в отчаянии, это означает воля Бога. То есть всё равно человеку правда говорится, но в каком ключе? В том, в котором я способен слушать. Мы так от правды защищаемся. И жена со всей силы «аааа» и пробила эту защиту. Но мы не хотим слушать. Говорят, нет, это всё неправда. Она потом, когда мирится, говорит, да. Я перегнула палку. Но когда она говорила, она же искренне говорила правду. Это наставничество. Ну такой вот наш уровень. Ну почему женское, мужское тоже, мужчина. А жёсткое. Ну жёсткое, потому что не пробить, не настучаться друг до другого. Если увидеть пытаешься, издали не разглядишь меня. Издали означает вот эти формальные отношения. Мы работаем вместе, приходим домой, спать ложимся. Сексом занимаемся, там встаём. Всё. Издали означает нет душевной работы. Душевная работа есть, есть близость. Нет душевной работы, нет близости. Поэтому, смотрите, есть люди в невежестве, у них вообще нет браков. В невежестве означает криминал, там всё прочее. Нет семейной жизни вообще. Потому что в криминале нет любви, есть только ненависть. Страстная жизнь означает работа, дом, там квартира, машина. Бегаем, трудимся. Там тоже нет любви, потому что нет сил любить. Нет сил, нет возможности внутрь. Надо же трудиться над любовью, простить, прощать. Нужно, ну как бы, работать над отношениями. Это очень большой тяжёлый труд. Но нам некогда. Мы работаем, пришли, устали, раз, легли. Тяжесть копится от отношений. Постепенно уже противно с человеком жить становится. Благости только любовь есть. Благости означает, основная работа у меня в сердце происходит. А всё остальное, это уже второстепенно. Моя работа, продвижение по карьере, второстепенная вещь. В сердце работа основная. Это благость называется уже. И мы с вами вот как раз сейчас этим занимаемся. Сегодня прочитал в одном из критических замечаний по поводу меня. Говорит, да он просто мучает народ на своих лекциях. Просто мучает народ. Я буду над этим работать. Детство часто держит в своих слабых пальцах истину, которую не могут держать люди своими мужественными руками, и открытие которой составляет гордость позднейших лет. Смотрите, есть две функции разума. Первая функция – это чистота. Вторая функция – сила. Когда ребёнок рождается, карма, вот душа находится внутри вот этой силы, которая называется карма. Мы смотрим с помощью неё на мир. То есть мы смотрим на мир через призму своей судьбы. Возвышенный человек видит самое хорошее во всех остальных. Мы часто видим не самое хорошее. Это означает, вот через призму, через призму смотри. Это карма. Заставляет нас смотреть не самый лучший вид человека – карма. Но ребёнок, у него нет кармы. Вот этот шарик, он ещё не активизировался. Душа чисто воспринимает мир. Активизация происходит постепенно в течение жизни. Вот родился человек, и он чисто воспринимает этот мир. И родители, мать смотрит на него. И что она видит в нём? Что видит? Видит душу она в нём. Душу видит. И что возникает у неё в сердце к этому человеку? Бесконечная любовь. Почему? Потому что увидеть душу достаточно один раз, чтобы любовь бесконечная потом текла к человеку. И мать не верит, что он преступник, даже если он убивает. Она не верит, что он плохой человек. Она видела душу в нём и воспринимает его через призму своего вот этого видения. И ребёнок также он воспринимает этот мир чисто. И он всё как бы чувствует правильно сначала. Но потом карма начинает активизироваться, и восприятие уже меняется со временем. Ребёнок очень искренне слушает. Взрослые уже так искренне. Не все слушают. Но только те, кто сидят в этом зале. Это особые люди. Особые люди пришли на мою лекцию. Итак, позднейшие годы означает уже сила разума. Цель человеческой жизни — развивать свой разум. И в позднейшие годы, когда человек созревает, разум становится сильным. Он также начинает чисто воспринимать людей. Но это уже результат развития Личности. Это и означает победа над собой. Как определить, карма меня побеждает или я побеждаю карму? Если всё хреново вокруг, карма побеждает меня. Если я чувствую, что всё-таки всё хорошо, я побеждаю карму. Если вот всё плохо, значит карма побеждает. Если всё хорошо на самом деле, есть трудности большие, но на самом деле всё хорошо, значит я побеждаю судьбу. Душа не имеет негатива в своей основе. Она по природе позитивна. Тогда вы скажете, как же избежать слепоты? Душа не слепа, любовь не слепа, влюблённость слепа. Когда я хочу просто считать, что это всё только хорошо, это означает слепость. Слушай сердце. Исследование. Духовная жизнь означает исследование. Какое исследование? С доверием. Слушай сердце. Постепенно всё узнаешь со временем. Сначала может трудно разобраться. Ничего страшного, продолжай слушать. Постепенно разберёшься во всём. Не будет никаких проблем. И даже, Олег Геннадьевич, вы будете ошибаться со временем, я почувствую. Конечно. Вы придёте и почувствуете что-то, я говорил не совсем правильно уже, что-то вот хорошо помогло, а что-то не совсем. Рано или поздно человек глубже ориентируется во всём. Но при этом отношения не меняются. Духовно развитый человек – это тот, кто… Если смотреть, там два типа отношений. Если я что-то не так говорю, вы с любовью мне поможете. Если вы что-то не так делаете, я с любовью вам помогу. Всё. Вот это два типа отношений только есть. Вот других нет. Или Олег Геннадьевич неправильно говорит, пошёл вон. Это уже немножко другой тип отношений. Это не означает духовное развитие. То есть разум поздних лет означает та же самая чистота, детская чистота в сердце. Та же самая чистота, но уже ты с силой её достигаешь. Не природа тебе эту чистоту дала, а твоя сила, твоя работа над собой. В целом у женщин всю жизнь сохраняется эта детская чистота. Всю жизнь у женщин сердце чистотой. Женщина чистотой воспринимает жизнь. Мужчина своим развитием внутренним. Мужчина побеждает мир с помощью работы над собой. Женщина с помощью сохранения себя. Сохранения себя. Женщина должна сохранить то, что Бог дал. Мужчина должен победить. Путь. Есть два пути духовные, да? Один мужской путь. Я побеждаю судьбу, я сражаюсь. Побеждаю женщину. Как идёт её путь? Её путь какой? Я не сражаюсь. Я очищаю то, что есть. Понимаете? Я очищаю своё восприятие. Я уже и так так считаю. Надо теперь лучше так считать. Чище, сильнее, возвышеннее. Женщине уже Бог всё дал. Надо учиться больше с верой, больше чистотой всё воспринять. Не соприкасаться с грязью. Мужчина побеждает грязь. Сжигает её. И то, и другое сила. Но она разную природу имеет. Есть мужская сила и женская сила разума. Они обе бесконечно красивые. Если государство управляется в началах разума, то надо стыдиться, если есть бедность. И нищета. Если же государство управляется не в началах разума, то надо стыдиться богатства и почести. Ну, то есть правитель всегда будет богатым. И так, и так. Но почему, когда он на разум управляет, правитель почему становится богатым? Потому что всё просветает. Если управляется неправильно, нищета кругом, то надо стыдиться своего богатства. Ты что на фоне этой нищеты? Зачем наживаешься? Вот такая философия. Но это не касается нашей ситуации, в которой мы сейчас живём. Ведь сразу возникает вопрос, какой у нас правитель? Какой у нас правитель? Какой ответ? Хороший правитель. Хороший правитель. Путин у нас правитель. Да, хороший у нас правитель. Вот. Потому что если мы скажем по-другому, тогда возникает очень много противоречий потом. Допустим, мы говорим, у нас плохой правитель. Так? Мы считаем его плохим, да? Но веды говорят, что вот какой тебе положено, какого правителя, которого ты заслужил, такой у тебя и правитель. Это закономерно всё. Не бывает никак по-другому. А, ну тогда хороший. Правитель или не правитель? Масоны. Масоны. Масоны или мировой бизнес. Там это кучка людей, которые держат мир, там всё прочее. Какая вам разница? Всё равно помирать скоро. Знаете, я вам такую вещь скажу. Вы не беспокойтесь об этом. Знаете, почему беспокоитесь? Потому что вы сильно привязаны к той ситуации, в которой вы находитесь. Веда говорится, если какое-то место постоянно сильно чешется, лучше не чесать. Иначе просто в кровь разделёшь, и статистика будет не в нашу пользу. Будешь целый день сидеть и чесать просто, и всё. Лучше терпеть. Лучше не чесать. Это самый лучший вариант. Какое место у человека постоянно чешется в жизни? Кто мной управляет? Кто мной командует? Кто такие вообще? Ну кто? Ну кто такие вообще командует? Это постоянно чешется. Вот место постоянно чешется. Поэтому в ведической культуре, в древней считается, что если ты не пытаешься искать хорошее в старших, ты обречён. Ну допустим, давайте приведём пример. Вот смотрите, допустим, я пришёл на работу. Начальник – козёл. Долго я проработаю на этой работе? Нет, скоро уже будет до свидания. Очень скоро. Начальник только узнает, что он козёл. Ну сразу ты и уйдёшь с работы в этот же момент. А скрыть же невозможно, ты же общаешься со всеми. Эта тема постоянно обсуждается. Кто начальник – козёл или не козёл? Ну постоянно обсуждается эта тема. Если козёл, то есть два варианта. Или сказать начальнику очко сделать, что он так тебя считает. Или просто тоже считать его козлом. Понимаете? Называется безкультуре просто. Безкультуре. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. Крокодил не ловится, не растёт кокос. Это означает дикая жизнь. Когда мы обсуждаем своего правителя старшего, дикая жизнь. Есть недостатки, ничего страшного. Это нормально. Дикая жизнь. Понимаете? То есть первое, что человек должен в своей психике утвердить, это то, что мне Бог дал то, что мне положено. И я это уважаю. Я уважаю своих родителей, первое, как бы они ни жили. Я уважаю также правителя своей страны, как бы он себя ни вёл. Я не знаю, почему он так себя ведёт. Я не могу этого понять. Я вот могу понять, например, что у меня небольшой коллектив появился, да, там 50 человек, и уже тяжело, стало тяжелее жить. Постоянно идёт вот это вот, ну, постоянно тебя могут вывести из равновесия. То один человек, то другой уже тяжело. А если 150 миллионов, это же всё влияет, связи все остаются. Как тяжело человеку. Не наше дело. Дал Бог человека, надо молиться за него. Вот раньше в древней культуре за царя молились все, за правителя молились. Государство становилось сильным, очень сильным. Если мы поливаем, если мы кормим корову с аллофанным пакетом, тогда выдаёт бензин. Ну, то есть, если мы поливаем мужа дерьмом, он становится дерьмом. Если мы поливаем плохо правителям, не своей верой, то значит, что в нём нет энтузиазма управлять этой страной, где его ненавидят. А? Если обратно, если мы с верой относимся к старшему, у него, он окрыляется, у него вырастают крылья, чтобы править такой страной. Всё очень? А? Ну? Режим дня во время наших лекций придётся не соблюдать. Ну, что важнее, режим дня или лекция? У меня, знаете, была такая ситуация, я попал в одно святое место, и мне вечером очень поздно дали зерновую пищу освящённую. Очень поздно, как бы и зерновая пища. И дали немножко освящённой пищи и сказали, ешь, или мы сами сидим. Что делать? Есть. Надо есть просто. Брать и есть, и всё. Простите, что? У меня была такая ситуация. Это был духовный праздник, и я получил очень возвышенную пищу, которая была связана с именем одного возвышенного святого. Я реально чувствовал эту чистоту, эту возвышенность, этой пищи, но она уже подпортилась к вечеру. Она была подпорчена. Но вам не надо так делать, как я сейчас расскажу. Вам не надо. Это я к вам не к тому сказал, чтобы вы так же делали. Я её съел. Я испытывал в сердце ощущение глубокого счастья и удовлетворения, но у меня начался понос. Ну, пища-то с микробами, как бы, освящённая, неосвящённая, но с микробами, значит, будет понос. Но сердце было счастливое. Я до сих пор не пожалел. Но если бы пища была отравлена смертельным ядом, я бы не стал есть. Я почувствовал, что я смогу справиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok